27-летнего жителя города Омска Вячеслава Фирсова Курганский городской суд приговорил к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Злоумышленник организовал бесконтактный сбыт синтетических наркотиков. Курганский городской суд признал Фирсова виновным по 10 преступным эпизодам, связанным со сбытом и покушением на сбыт наркотических средств в крупном размере. С учетом того факта, что Фирсов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и согласно действующим в этом случае уголовно-процессуальным нормам, ему было дано более мягкое наказание, чем это предусмотрено Уголовным кодексом Российской Федерации за совершенные им преступления. 10 сентября 2014 года у подъезда одного из домов на улице Савельева, где вахтовик оставил очередную закладку, он был задержан оперативниками УФСКН. Молодой человек не стал отрицать, что в этот день успел сделать несколько таких наркозакладок. Сюда зачем приезжал? Работаю. Чем заниматься? Закладкой. Сколько вы заложили сегодня? Пять штук. А обычно сколько? В квартире, которую он арендовал в Кургане, сотрудники УФСКН обнаружили еще более 600 граммов синтетических наркотиков. Там же находились электронные весы и большое количество пустых полиэтиленовых пакетиков. Преступление осужденный осуществлял с помощью тайниковых закладок, программы обмена текстовыми сообщениями в сети интернет, электронных платежных систем и банковских счетов. Таким образом наркозбычки пытаются уйти от ответственности. Действительно, такие преступления труднее выявлять, труднее доказывать. Но на сегодняшний день сотрудники УФСКН имеют достаточный арсенал и средств, и опыта для того, чтобы выявлять эти преступления и доказывать. И, как на данном примере видно, уйти от ответственности удается не всем. Елена Швецова, Александр Киселев, информационное агентство Курганру.